Цвет реки Парана в Аргентине, конечно, потрясает меня всегда. В общем-то, эта река идет из Амазонки, дикая река. Опасная для купания, судоходная, много водоворотов, обрывов. Мало кто купается. Я, кстати, еще даже ни разу здесь не купалась, потому что что-то мне такой цвет воды совершенно не привлекает. Ну и плюсом, конечно же, пираньи. Вряд ли кого-то пираньи могут привлекать, правильно? Поэтому что-то не хочется. А, и змеи в воде еще. Пираньи и змеи. Нопасар. Как у нас говорят, но пасаран. Нопасар не проходить. Пилигро. Опасность. Баранка. То есть не заходить за перилину, за забор. Ну, конечно же, я зашла. Как можно сказать русскому человеку, но пасар не заходить, не проходить. Конечно же, мы пройдем. Парк. Парк вымер. День на дворе. Вроде как не сильно жарко, 28 градусов, а людей нет. Парк. 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 А, я спрошу, почему людей нет, как Марина. Ну так вот все работают. Рабочий день, людей нет. Ну ладно, тогда понятно. Мы обычно приходим сюда прогуляться вдоль реки по выходным, когда много людей уже. Приближаемся к нашему любимому ресторанчику. Часто здесь по утрам завтракаем, пьем кофе, наслаждаемся видом. Ну, кофе мы уже с утра выпили дома, поэтому не знаю, просто, наверное, прогуляемся. Либо на обратном пути сядем и что-нибудь съедим. Чудесный ресторан, обожаю его. Обожаю. Вот эти скамеечки, которые… Я не знаю, почему люди там все ютятся внутри. Хотя, в принципе, можно зонтик поставить и сидеть в тельнёчке. Мы постоянно здесь ставим зонтик на этих лавочках, потому что они жутко удобные. В общем, мне нравится это место. Чудесное место. Господи, 28 градусов, а хочется, что всё равно я таю, как масло. Жарко. 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 Очень жарко, хочу дождя. Как будто берёзы. Деревья напоминают берёзы. Не знаю, что это за дерево. Говорят, что здесь представители русской диаспоры все пытались посадить берёзы в Аргентине, но они быстро умирают. Неудивительно. В такой жаре какие берёзы могут выжить? Хоть и влажность высокая, но для берёз всё равно это не тот климат. У нас напротив дома парк, где напротив дома нашего живём находится парк. И небольшая площадь парка, часть парка называется Парк Пушкина. Прям напротив моего дома, кто бы мог подумать. Ну так вот, в этом парке собираются посадить берёзы. На сколько этих берёз хватит, не знаю уж. Но собираются посадить берёзы и поставить какой-то памятник. Пушкину, наверное. Пока ищут инвесторов. В общем, живу напротив парка Пушкина в Аргентине в Росарио. Вот так. Это хорошо, так спокойно, когда людей нет нигде. Вообще пусто. Пусто. Комп dataset Путо Вот так. Как можно отправить их с Киевом на серию? Путо Продолжение следует...